Всем привет! Меня зовут Илья. Я вложу сервис на ClankCyber. И немножко про нас. ClankCyber это один из многих, но по нашим скромным подсчетам, на данный момент лидирующий сервис учет личных финансов России, у нас достаточно небольшая команда, 15 человек. Есть приложение для iOS, Android и недавно у нас в последнюю финансовую версию. Примерно 200 тысяч у нашего месячного дворя. И мы работаем по модели SaaS, то есть это прописка. Порядка 5% конверсия по покупке у нас в первый месяц. Видимо, закончилась лекция И. Давайте подождем. Красиво тянуться, кто хотели? Все потянулись. О чем сегодня поговорим? Я хотел рассказать о нескольких наших кейсах, которые мы делали за последние полтора года, пытаясь, собственно, повысить доход в расчетах одного пользователя. Здесь не будет каких-то фантастических цифр, как мы увеличили доход два раза, заработали миллиарды триллионов. Но я расскажу о конкретных цифрах и расскажу о том, что у нас не получилось тоже, потому что это тоже, мне кажется, всегда интересно и важно. Собственно, первая тема, о которой хотелось бы поговорить, это ценовая дискриминация. Все знают, о чем эта речь? Не нужно объяснять? Нет, не знаю. Ну, если коротко, то это когда вы одним людям показываете одни цены на ваш продукт, а другим – выше, чаще всего, или ниже. Опять такой, как бы, спорный прием, да, многие его не любят, но нас на него заставило пойти жизнь. Что-то дальше, мы с верхом не тянулись. Собственно, жизнь случилась осенью 2013 года, когда, как вы помните, резко взлетел курс доллара, и наши цены, они привязаны к таям на iOS в App Store, да. И когда, собственно, курс доллара в App Store изменился, он стал с 33, там, несколькими шагами до 85 рублей, а все деньги, мы повысились, повысились наши рублевые цены. Соответственно, примерно в 20-30 раз. И, естественно, у нас основной уровень в России – это 50% нашей пользовательской базы. Естественно, конверсию упали, этот лук упал, несмотря на повышение цен, все стало очень грустно. И я подумал, что первое, что мы сделали, мы, естественно, вернули цены на рублевый на тот же уровень примерно, что и было раньше. Но после этого, естественно, наши зарубежные пользователи увидели, что такая лафа, стали покупать больше. Но в целом тоже, как бы, я задумался о том, что хотелось бы все-таки зарабатывать на иностранных пользователей побольше. И мы, собственно, спустили на части стран, выбрали богатых, богатые страны. Так, достаточно на фонаря, на самом деле, хотя можно было посмотреть конверсии. И поменяли там, поставили другие инапы и вернули старые цены – 2 доллара, 12 и 30 долларов за безлимитную подписку. Вот. Естественно, средний чек у нас вырос фантастически, конверс упал не так сильно. И, в общем, это все было бы здорово, если бы не то, что эти страны нам приносили всего 20% дохода, даже чуть меньше. И получается, что вроде как мы молодцы, повысили доход на одного пользователя, но, сделав это на одной пятой аудитории, мы, собственно, весь наш общий доход повысили всего на несколько процентов. Это как бы не очень здорово. И дальше мы стали думать, как бы нам расширить аудиторию вот этой ценовой дискриминации. Да, уже как-то втянулись, уже как-то не западло стало. И подумали, ну окей, а кто у нас, кого мы можем считать обеспеченными пользователями, кому можно показать высокие цены. Вариантов не так много, как бы мы могли бы знать, кто богатый человек. Хотя казалось бы, всем с учета расходов, мы должны знать, кто богатый, кто нет. Но мы хотим показывать цены до того, как люди начали пользоваться нами так активно. Поэтому мы выбрали дискриминацию по устройствам. В тот момент самый новый был iPhone 6s и подобные ему. И мы решили, что после 2015 года, если у человека есть деньги на новый iPhone, то на CoinGeek найдется 2 сотен рублей. И, собственно, сделали в iOS такую дискриминацию. Чуть позже вышел 7 iPhone, и мы тоже воспространили на него эту практику. Потом мы решили, что Android тоже не должен вставать, и надо бы там тоже как-то поиграться. И решили, ну там такой зоопарк устроств у него, что невозможно за нём следить, поэтому мы тупо взяли самую новую версию Android. Оказалось, что вырос, естественно, средний чек, но конверсия упала примерно так же. И единственное, что нас как-то спасло, и самолюбие наше не позволило самолюбию так сильно пострадать, это то, что всё-таки были пользователи семёрки, в которых повысился и средний чек, и конверсия не упала. Но это всё равно не такая большая аудитория, но зато этот эксперимент помог нам перестать бояться повышать цены. И дальше я расскажу, как мы этим воспользовались. Ещё один интересный вопрос, который у меня возник, когда я изучал аналитику, это вот такая вот история. Вот у нас есть премиум-пич, да, это страница, на которой мы предлагаем купить нашу премиум-подписку. У нас есть три кнопки «Купить», нажимая на которые человек вроде как хочет купить, да, казалось бы. Но 80% четыре из пяти человек мы только не покупаем. Почему? Почему это происходит? Что вообще заставило их нажать «Купить», но потом они и не купили? Мы решили попробовать узнать, что же происходит, и после того, как они отказываются от покупки, эти самые 80%, мы решили флоп спросить, а почему, дорогой товарищ, вы не купили? Мы предполагали, что на самом деле большинство из них возникли какие-то проблемы, типа денег нет, или карточки не привязаны, или еще что-то. Леня, презентация потом будет. А, хорошо, это просто плохо видно. Но оказалось, что 20% только они не смогли действительно купить, а остальные, на самом деле, больше половины, они просто как-то случайно так получилось, что они нажали кнопку «Купить». А еще третье оказалось, что слишком дорого. И мы решили, что тем, кому слишком дорого, мы будем показывать скидку. А тем, у кого не получилось, купить мы, будем отправить письмо, спрашивать их email-адрес, и отправить письмо с оплатой на вебу. Давать нам скидку, потому что на вебе у нас меньше комиссии, 30% никто у нас не забирает, максимум 3-4%. Мы можем дать скидку и за счет этого их конвертировать в покупатели. Собственно, не сказать тоже, что результаты были фантастические, но, тем не менее, распространив эту практику на всех пользователей, мы получили общий рост дохода порядка 10%, плюс еще увеличили доход с веб-оплаты за счет вот этих писем, которые люди получали и потом шли платить через карточку на веб. Третий урок, третий важный момент. Мы делаем очень большой упор на продажу в первый день. Потому что, уже сегодня, по-моему, два раза я слышал со сцены эту фразу, но только в первый день у вас есть 100% пользователей. И мы, на самом деле, показываем им не один раз предлагаем купить, а несколько раз. Вообще стараемся показывать четыре, но, на самом деле, естественно, не все доходят до четвертого шага. И за счет этого большая часть платежей у нас в первом месяце происходит в первый сутки. Более того, большая половина платежей первых суток у нас происходит в первые 10 минут. Потому что часть людей увидели один пич, заплатили, часть людей пропустили пич, увидели второй, там заплатили и так далее. Пичи все отличаются. Мы стараемся каждый раз подать наш преминый тариф немножко по-другому, чтобы, во-первых, не замылиться глаз, во-вторых, что-то где-то по-разному. На первом пиче есть таймпресс. Купи-купи-купи. Вот прямо сейчас. На втором пиче, на самом деле, это скрейн, это распродаж мы делали, так просто совпало. Но там перечитаются функции в таком слайдере. А третье, там мы делаем убор на самый хороший наб, у нас годовой, со скидкой хорошей, и не даем никаких альтерматив, чтобы человек не сомневался. Чем меньше альтерматив, тем лучше. Вот. Да, поэтому, если кто-то еще не стесняется продавать в первый день, там, вроде бы, надо сначала сервисом показать и так далее, не стесняйтесь. Много пользователей, которые покупают просто потому, что вы им предложили, потому что они там увидели возможности, которые дает платный тариф, и им это сразу понравилось. Дальше, конечно, люди будут покупать, дальше их просто будет меньше, вы их будете терять. Так что, нашего сервиса очень, ну такой, и самый замечательный, да, в общем-то, наверное, у вас история примерно такая. Вот. Последняя штука, которую я хотел бы сказать, это наш эксперимент с вторым тарифом. Да, у нас есть премиум тариф, мы решили, что мы хотим поднять средний чак и предложим более дорогой тариф. И мы поменяли премиум пич, сделали два тарифа, показали функции сравнительные, мы брали, наконец, безлимитный тариф очень давно, хотели убрать его. И, как бы, и вот, и запустили. И как вы думаете, как вырос наш доход после введения второго тарифа? Есть? Применем стал лучше продаваться. Так, одна версия. А помни, как было и как стало покупало? А вот так было, так стало. Такой же остался. А цену на премиум осталось такой же? На цену на премиум осталось такой же. Приелся более дорогой тариф. А, в смысле, а цена-то, что, с кроки до с кроки увеличилась? А на премиум не увеличилась, оно такое же осталось. Второй тариф, ничего не изменилось, еще не было. А перси улучшилась, на самом деле, ни хера. Мы в четыре раза выгонили покупки новых пользователей. Вот в четыре раза. Да. И убрали его через пять дней, вернули старый. Паника выбора. Паника выбора. Четыре тарифа вместо трех. Непонятно, чем он отличается. У нас многие не пользуются, почему он не сработал. Вот этот фич. Фичи мелкие. Да, да, вот это вот все, как бы, правда. Поэтому мы хотим сейчас очень... Может быть, 70 рублей? Несколько раз еще попробовать разные различия. А вы представляете апсейлов делать тем, у кого уже премиум, вот этот платин? Да, да, да. У них даже две кнопки, им вообще нет. У них нету четырех кнопок, они уже премиум. И все равно они, кстати, вообще не довольны. Мы сказали, что мы живопы, и пытаемся из них денег второй раз снять. Я, у тебя на первом экране 75 рублей в месяц, а на всех остальных у тебя нету. А когда 75 рублей в месяц сделаешь? Ну, это, кстати, тоже вполне возможна проблема, которая у нас была. Вот 75 рублей – это годовой тариф. Здесь написано 75 рублей в месяц один плат за 900, а здесь написано 900. А, ты когда взял с месяц? За месяц? Такую подачу не инвестировали, да? Ну, просто, когда ты... Да нет, так же. Да нет, смотрите, вот в четыре раза уменьшилась конверсия новых пользователей. Они никогда не видели старые пичи. Это другие люди совершенно. Это просто каждый день приходит пользователь, и мы видим... Первый раз мы сначала видели вот то, а другие люди пришли первый раз и видели то. Но это много, и мы можем сравнить их конверсии. Да, то есть, здесь как бы нет верта того, что они вдруг увидели что-то новое. Нет. Это просто другие люди увидели вот эти вот килограммы и перестали покупать. Хотя средний чек увеличился. Но не в четыре раза. Поэтому, в общем, такая история. Что вы планируете ждать? Какие эксперименты? Менеджеры пневматизации? Менеджеры пневматизации. Я уже не справляюсь. Мы планируем сейчас запустить, еще раз запустить платиновый тариф уже, ну, уже с умом, с пониманием того, что мы в прошлый раз сделали не так. Ну, вернее, без понимания того, что мы сделали не так. Без понимания того, что не надо фигачить на всех новых пищах. Вот. Мы не хотим больше обследить старым пользователям платиновый тариф. Будем только на новых фигачить, потому что, как вы помните, с новых пользователей мы получаем основной доход. Мы сейчас проводим эксперимент с тем, что мы вместо месяца, часть пользователей предлагаем три месяца купить. Ну, то есть три месяца, год и навсегда. Естественно, три месяца стоит дороже, естественно, конверсия очень меньше. Но пока вот там еще недостаточно данных, чтобы прямо с уверенностью сказать. Но пока кажется, что мы выиграем от того, что откажемся от месячных тарифов после пользы всех от месячных. Ну, еще много. На самом деле, мы можем поговорить на круглом столе после перерыва. Я расскажу. Да. О, просто пока, собственно. Еще одна. Почему откажетесь от месячного тарифа после трехмесячного? Потому что это выгоднее. Выгоднее? Выгоднее в плане сочетания конверсии и среднего чека на новых пользователей. Окей. И к платиному тарифу. Он вызван обусловленным плачем вопросов, где монифицировать все виды мыслищи, которые можете предлагать. Либо выслищи, которые здесь подходят не под теми, которые имитировались. И то и другое. На самом деле, мы хотели, в первую очередь, конечно, повысить доход на пользователя. И мы думали, что мы можем предложить. Мы могли предложить вместо ручного ввода операций парсинг интернет-банков автоматически. И это услуга, которую мы покупаем у другой компании при счете на пользователя месяц. То есть каждый активный пользователь этой услуги стоит нам денег. И мы, естественно, не могли эту фичу выкатить на наших безлимитчиков, которые безлимитчики. У них навсегда таких. Поэтому нам нужно было отказаться от того, чтобы эта фича была безлимит. Мы, собственно, ее упаковали в платинум. Повысит ценность платинума, с одной стороны. С другой стороны, мы не уходим в минус. Из-за того, что дешевые премиум пользователи нам стоит много денег. Вы каждый раз считали эксперимент по первой покупке? Или вы считали lifetime value и, соответственно, после эксперимента смотрели всю сумму клиента, который пришел с какого-то канала, с каким-то дарифом? То есть откуда у вас информация, что новый платит в работе, если больше денег, чем старик? Смотрите, во-первых, давайте признаемся честно. Я говорил на предыдущей лекции, что люди в среднем платят 1,1 раз. У нас это примерно то же самое. Несмотря на то, что мы называем этой подпиской, больше половины людей у нас покупают годовую либо безлимитную подписку, соответственно, они не платят больше практически никогда. Ну, там, 1,0, сколько-то они платят. А те, кто покупает месяц, несмотря на то, что это отправляемая подписка, их средняя возобновляемость, я считал, равняется 2,5 месяца. Поэтому нам выгоднее продать год, чем месяц. Потому что год дороже месяца в 6 раз, а месяц в 20-20. По поводу низкой ретеншн, давайте, кстати, кто хотя бы раз пробовал вести учет личных финансов? То есть единогласно практически. А кто в данный момент сегодня или на этой неделе ввел учет? А что это значит ввел учет? Ну, записывал, записывал когда-нибудь в Excel, в программах и так далее. Ну, вот, кстати, треть где-то, да? Треть. А сейчас же банки позволяют, если считали автоматически. Это еще очень хороший показатель, треть. На самом деле, ну, где-то я примерно предполагаю, что вот из тех, кто когда-либо пробовал ввести учет, в данный момент идет где-то 10%. Это и у нас такие цифры, и по некоторым косвенным признакам конкурентов я вижу такие или даже хуже. Здесь выборка другая. Здесь выборка, да, другая. Так, может, нужно обучать пользователей постоянно в канаде идти за две свои расходы, пусть даже не полностью все, но хотя бы хоть какие-то. Или максимально лёгкие, да? Да. Если вы ведете с этим порядком, ваши трудозатраты на ведение ваших предложений они превышают ценность, которые пользователей получают. Я просто уже знаю про вашу продукту давно, и у меня постоянно проблема была, что я не могу проделать продукты. Я прошла в простой способ. Я просто записываю свой баланс и переход. Переход намного реже происходит. То есть переход там сколько? Два раза в месяц зарплату получается. Ты припишешь баланс, ты понимаешь, как будет делать, все, а все равно все не будет. Ну, это занимает, я два-три раза в месяц это делаю, трек свой баланс и фиксирую даты своих приходов. Ну, все. Конечно, это не попало перешать проблемы, но это занимает множественное время, не стоит ничего в цели. И это я понимаю, сколько я прошу бы вместе. Отлично. Не делайте как вы, делайте лучше. Ведите каждый день учет. Я не хотел бы в эту тему сейчас углубляться, потому что осталось одна минута. Но ценность на самом деле в том, что вы очень хорошо понимаете, куда уходят ваши деньги, вы себя каждый день контролируете. Не раз в два месяца, три месяца, а каждый день. Вопрос. Вначале замечание, микрофон где стал работать, и стало хуже слышно. И вопрос. Что вы делали с платиновыми юзерами, когда откатились еще обратно? Мы саппортим до сих порт. Просто мы не перестали его... Мы даже на самом деле не перестали его продавать. Можно ее купить, но мы просто делаем это в отдельном месте, и как-то не педали. А вот при создании дискриминации по моделям устройства и странам не воспитывали комьюнити как раз какого-то негатива, что кто-то заметил, что вот под этим регионом идет столько, под этим-то столько, и почему вот вы мне союз носили дальности столько, а вот своему другу взглядом дали дешево? Ну вот на самом деле мы эту проблему мы боялись, что так произойдет, но на самом деле ничего такого не произошло. Те немногие там единицы людей, которые замечают, что цена была такая, стала другая, или одна здесь такая, здесь другая. Мы объясняем, что сейчас идет там какая-нибудь специальная акция, и поэтому, короче... Но мы вам сейчас можем дать скидку тоже, вы получите по множеству некоторые эти фильмы, Zero, Bifant или еще что-нибудь. В общем, с единичными жалобами мы разбираемся индивидуально. Мы приукрашиваем реальность. Да. Я, во-первых, спасибо за эту информацию. У меня вопрос, который я допустил. Экспериментировали ли вы с пробными приемами? То есть пробные приемы на 23 дня, 7 дней. Часто вы не забываете, что вы писали с пробными приемами? Я не списал. Да, экспериментировали. Там, если коротко, то примерно... При примерно двукратном повышении конверсии в триал, ну, по сравнению с покупкой сразу, примерно 50-процентное отказ от оплаты в первую же оплату, да? Причем из 7-дневного триала, из 30-дневного триала. Поэтому мы решили, что это не имеет высокого смысла. А отказ от оплаты комиссии до Bifant уже запросили или... Не, они заходят в подписки в Backstory и включают. И уже имейл, ну, для демейл приходит, что... Да. Да. Все. Вопросы. Конец. Спасибо. 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 Спасибо.